Добрый вечер! Итак, тема Рождественских чтений звучит серьезно. Глобальный вызов современности и духовный выбор человека. То есть, проблема общества и свобода воли человека. Чем обоснована такая тематика? Ну да, так надо, конечно, вкратце ознакомиться, потому что там и Святейший Патриарх читал свои доклады. Многие и епископы, и священники участвуют в этих Рождественских чтениях. И в том числе и в нашей епархии они проводятся. То есть, это по всей стране проходит эти чтения. Ну и, конечно же, привязка этих чтений в этом году выбрана не случайно, потому что мы видим, насколько усложняется жизнь человека, особенно христианина, в сегодняшних ситуациях, связанных с глобальными вызовами. Это и в образе и политической жизни, и в военной жизни, и в экономической, и в морально-нравственной области, и, конечно же, и климатические тоже изменения. Все это, конечно, те вызовы, к которым очень трудно приспособиться и найти правильный ответ, и свою, так сказать, точку зрения на это все. Поэтому эти Рождественские чтения были, так сказать, особенно на это направлены, потому что, ну, конечно же, мы видим, насколько удаляется человечество от нравственных ценностей, насколько размывается взгляд, что добро, что зло, что светлое, что темное. То есть, такие делаются попытки во многих областях жизни человека сделать что-то среднеарифметическое. То есть, вот, нету добра и зла, есть что-то среднее, серенькое. Да, вот, нету света и тьмы, а есть вот серость такая, полумрак, сумрачное, житие. То есть, когда говорят, что семья, а ее особенно не обязательно семью иметь, зачем? Когда говорят, что, причем во всеуслышание со средств массовой информации, это просто вбивается в умы людей с детских лет, что родители могут быть однополыми, да, то есть... Ну, это за границей, и не у нас, слава Богу. Родители номер один, родители номер два. Ну, мы и говорим о глобальных, то есть, не только у нас, слава Богу, милости Божией, мы избавлены от этой напасти Содома и Гаморы. А вот там это все очень, так сказать, развивается. И даже, что вот мне недавно сказали, сейчас требования на Олимпийских комитетах, к сборной любой из стран, что 10% должны быть приверженцами, ЛГБТ. То есть, если не будет 10% в составе сборной этих вот людей, то сборная просто не допустит до Олимпиады. Вообще-то, это настолько омерзительно, даже вот прямо говорить об этом не особо хочется. Да, то есть, мы об этом можем говорить только с точки зрения, конечно, священного Писания. И вспоминается тут сразу же Содома и Гамора, который Господь сжег пять городов со всеми жителями, исключая только одного семейства праведного лота. Он был спасен с женой и дочерьми, а все остальные просто были сожжены Господом огнем, не спавшим с неба. Вот это единственное правильное отношение ко всем таким вот морально-нравственным извращениям, которые нам почему-то навязываются. И удивительно, я знаю людей, которые говорят, а что в этом плохого? Да, якобы толерантность. Да-да-да, проявляется какая-то такая, в кавычках, толерантность. Хотя я бы перевел это слово как равнодушие. То есть, моя хата с края, ничего не знаю. Ну, кто как хочет, тот так и живет. Но, на самом деле, если разбирать, то это же такая психическая ненормальность. То есть, это противоестественная жизнь. Естественная, заложенная в каждом человеке, это продление рода человеческого, взаимоотношения полов. А здесь происходят такие вещи, которые приводят нас к вымиранию. То есть, значит, это противоестественная. То есть, это значит психическая ненормальность. И если это оправдывать и вводить в социум эти понятия с положительным, так сказать, знаком, то тогда социум тоже становится психически ненормальным. Если он это принимает, не отвергая этого. И таким образом мир становится просто сумасшедшим. То есть, просто психически ненормальное общество людей, которое, к сожалению, сейчас расширяется на планете Земля. И, конечно же, об этом сейчас невозможно не говорить. Но если говорить о климате, то мы видим, что Новый год, например, плюс 3 и дождик. Это у нас в России, где должны быть крещенские морозы, рождественские морозы, никольские морозы. Это вмешательство человека, грех человека? Все, что происходит с миром природы, оно завязано на человеке, потому что вместе с падением Адама и Евы, когда они согрешили, также весь мир, он подчинен Адаму и Еве был, и весь мир вместе с ним также впал в такое вот греховное житие. Соответственно, и сейчас, чем хуже живет человек с морально-народственной точки зрения, с духовной точки зрения, тем хуже становится жизнь природы. То есть, тем больше возникает болезней, что мы видим ярко, тем больше возникает катаклизмов, что мы также видим ярко. Это статистика говорит, что они там в разы увеличились. И, конечно же, это все можно остановить только одним образом. Это все-таки одуматься и возвратиться к духовным корням, к духовной жизни, которая на Руси всегда была целью жизни. То есть, святость на Руси ставилась превыше всего. Если в Америке деньги превыше всего, то у нас святость. И в этом основная цель существования, наверное, Руси, чтобы на планете Земля был народ, который содержал святость как цель жизни. Поэтому, пока мы это несем, послушание пред Богом, Господь будет сохранять нашу страну от различных нападок. И в этом плане военные действия, которые происходят по всему миру, в том числе и у нас, они закономерны. То есть, мы живем в мире, который подчинен князю мира сего, сатане. И, естественно, он будет на нас насылать те или иные народы, с помощью которых будет стараться нас уничтожить. Это мы читаем в Евангелии. Сам Господь сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Но дальше Он сказал, меня слушают, слушали и вас послушают. Поэтому, что бы ни происходило с нашей Русью, святой Русью, все равно мы все это пересилим, все равно у нас будет победа с помощью Божией с нами. Поэтому здесь военные действия, они были, есть и будут. Это история государства российского говорит, что мы две трети существования Руси пребываем в войнах, причем с врагами внешними. Но, если брать политические моменты, то мы видим двойные стандарты везде и всюду. То есть определяют, как нам жить, и не только нам, но и другим народам. Если брать там западный мир, то они вообще себя считают, так сказать, центром, единственным полюсом, так сказать, политического мира, который должен всеми остальными руководить и направлять в нужную сторону. А вот когда остальные начинают почему-то сопротивляться, ну, демократия принуждается с помощью военных действий, опять же. Но когда кто-то начинает защищаться, то это почему-то становится тиранией, деспотизмом, и надо срочно такую страну уничтожить. Ну, будет то Ирак, Иран, там, Вьетнам и прочие. Их десятки стран, которые, Ливии, которые были подвергнуты, Сербия, Югославия, все это, вот, понимаете, десятки моментов, которые мы видим происходящими, в том числе и в нашей жизни. А если брать историческую кону событий, то мы это также увидим. Ну, например, опиумные войны, которые вела Англия с Китаем, когда те китайцы не захотели брать опиум, вошли войска англичан и всех протестующих просто уничтожили. Был обмен чай, индийский и китайский чай на опиум. Опиум привозили англичане, забирали чай, но китайцы почему-то не захотели, поэтому было две войны опиумных, так они назывались. Вот так демократия была туда пронесена. Или миллионы индейцев, уничтоженных в Америке, или там Вьетнам, которые бомбили самолетов много лет. Ну, в общем, мы видим, что политические моменты, они также далеки от справедливости, и кто сильнее, тот и прав. То есть это право сильнейшего, но как было, так и остается. И здесь мы тоже к этому должны правильно относиться и видеть во всем этом, что Русь должна иметь воинов, которые всегда защищали, защищают и будут защищать Святую Русь от внешних врагов. Что еще? Экономические моменты. Ну, экономика, военные действия и политика – это такие три узелка взаимосвязанных, которые друг на друга влияют, поэтому здесь мы тоже видим экономические войны, в том числе и газовые, и нефтяные, что только не происходит сейчас в наших реалиях, и банковские, доллары с евро, и юань с рублем. В общем, вот это все так же войны, которые так же далеки от справедливости по отношению к нам. Остается только что? Только все, что зависит от нас – делать, все, что от нас не зависит – предоставить Господу, и, конечно же, молиться о том, чтобы Господь нас покрыл от этих нападок вражиих. Вот, если вкратце изложить основные, так сказать, вопросы, касаемые общества, государственного общества, если касаемые семьи, то я уже упомянул, что это вопрос нравственного разложения, к сожалению, усилившийся сейчас, то есть понятие брака сейчас, к сожалению, размывается все больше и больше, и уничтожается, а за этим уничтожается семья, а за этим будут страдать дети, естественно. Ведь четко ясны были термины – церковный брак и государственный, гражданский брак. То есть церковь узаконила брак в виде венчания, государство узаконило брак в виде росписи. Но сейчас гражданский брак – это почему-то блуд. Вот блуд, если живут два человека друг с другом, нигде не расписавшись, это вот гражданский брак. Что значит гражданский брак? Почему брак? Это не брак, это блуд. Это надо называть открыто. Это то, что есть, собственно, во всех канонах церковных уже тысячелетия. Называется, надо грех называть своим именем. Вот этот листочек такой фиговый, которым прикрывать пытаются блуд и называть его гражданским браком – это неправильно, это тоже все это самообман. Или уж, так сказать, если брать шире, то такое-то внушение средств массовой информации. Аборты, ну, так же нам внушается, что, ну, это плод, это же не человек там внутри утробы, живущий, да, материнской. Нет, это просто плод, у него нету сознания, у него нету ничего, его можно просто выкинуть в мусорное ведро и все. Но на самом деле это же не так, это же уже человек, и об этом говорят медицинские исследования, и мы видим, что ребеночек внутри утробы реагирует на все, что происходит с мамой, и тем более, если его пытаются убить внутри утробы, он также на это реагирует. И об этом многие знают, а многие не знают и не хотят знать. И это тоже сейчас распространено, ну, вот как, не знаю, как в ресторан сходить, да, сделать обоих. Душа человека с момента зачатия появляется, да? Как только начал развиваться ребеночек внутри утробы, душа у него уже есть. Она еще не может самовыразиться, потому что тело еще несовершенное, то есть оно еще маленькое. То есть независимо от срока аборта, да? Да, душа уже в этом маленьком тельце, еще не развитом, да, тельце, плотском, но духовное уже естество уже полностью в нем есть. То есть такое с духовной точки зрения, то есть личность уже есть. С духовной точки зрения, что человек, который в утробе, да, что рожденный, они приравниваются, душа. Человек рождается в момент зачатия. Не в момент родов, а в момент зачатия человек рождается. То есть он уже живет, и живет ли он внутри утробы материнской, или живет уже сам по себе в этом мире, когда он родился на свет, да? Все равно личность уже есть. Поэтому все, кто это отрицают, они идут против законов божьих. Как и те, кто разрушает семью, как и те, кто говорят, что гражданский брак – это нормально, хотя это ненормально совершенно. Нету такого понятия. Гражданский брак – это роспись в государственном учреждении. Церковный брак – это венчание. Да, изначально человек не был создан к тому, что сейчас творится, да, то есть после падения человека, да, когда Адам с Евой приступили, что мир изменился, да, и грех, и болезнь, и смерть вошла в нашу жизнь, и вообще человек стал удобно преклонен, да, больше козлу, да, к греху, чем к добру. А есть ли что-то, что осталось в человеке неповрежденном? Ну, еще царь Давид говорил, что семя тли во мне есть. То есть вот это семя греховное, оно закладывается в человеке при его рождении, и, конечно же, оно развивается в человеке, особенно если человек с ним никак не борется. Это как можно сравнить с садом. Если за ним не ухаживать, то он зарастает просто дикоросами, какими-то там сорняками, и никаких добрых плодов такой сад не принесет. И наоборот, сад, за которым ухаживает садовник, тот сад приносит добрые плоды, а не репейники и крапиву. Вот то же самое душа человеческая, если не бороться с сорняками, то есть со страстями, которые в живой душе человеческой, они начинают произрастать, если с ними не бороться, то человек просто зарастает страстями, и сам страдает, и страдают вокруг него окружающие люди. И это одна из задач каждого человека – очищать свою душу, бороться со страстями, грехами, и насаждать в своей душе добрые начала. Для того, чтобы бороться, нужно, чтобы нас что-то подвигло к этому? Без веры, конечно же, ничего доброго мы сделать не можем. Без Бога, конечно же, ничего доброго мы сделать не можем. Сам Господь говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. И в этом плане, конечно, начало движения в эту сторону – это вера, что кроме моего тела есть еще душа, Кроме моей души есть еще и Бог, и духовный мир. И с этого момента, когда человек начинает это уже осознавать и веровать, он начинает изменяться в лучшую сторону. Когда Господь создавал человека, ведь он насадил дерево познания добра и зла, и дал человеку абсолютную такую божественную свободу воли. Вот она у нас поврежденная? Свобода воли у нас остается, потому что мы созданы по образу и подобию Божию. Это от нас не отъемляться. Это то, что нас, наверное, и подвигает. И свобода выбора, она, конечно же, у нас есть. Другое дело, что мы эту свободу выбора можем, ну, как сказать, передать кому-то. А вот мне сказали, что надо так делать. Или там еще одна фраза, знакомая мне, так все же так делают, и я так делаю. Но, с одной стороны, когда нам говорят, это тоже послушание, есть такая добродетель, да? Когда мы не свою волю исполняем, а чью-то. Здесь, прежде чем выполнять чью-то волю, нужно выбрать правильно. То есть правильный выбор сделать. Шаблон какой-то, да? Да. То есть если мы выбираем, так сказать, в подворотне себе... Пойдем выпьем, например. ...учителя, да, который нас приглашает там или с наркотиками познакомиться, или там с сигаретами, или с выпивкой познакомиться, то мы вручаем свою душу, свою волю вручаем в не те руки, скажем так. И наоборот, если мы знаем человека добродетельной жизни, который ходит в храм, который создал семью, который правильно живет, то есть мы по его плодам жизни видим, что он правильно живет, такого человека можно слушаться. То есть здесь мы можем вручить свою волю, свой выбор в его руки, потому что он на своем примере показывает, что он правильно делает. Поэтому основной, так сказать, выбор все равно за нами остается. Хотя мы, конечно же, можем перепоручить свою волю и свой выбор в руки других людей. Но выбирать этих людей, опять же, нам. Да, и тот же выбор, да, шаблон тех же других людей, это наше Святой Евангелие, к которому сейчас к вам перейдем. Ну, а если брать вообще, так сказать, подход церковный, то, конечно же, зачем мы читаем Евангелие ежедневно и стараемся его запомнить, и осмыслить, и разобрать по полочкам, и понять содержание этого текста. Не просто так вот что-то прозвучало и забылось, а запомнить, понять, только для того, чтобы в жизни все это потом и воплотить. И, соответственно, все, что противоречит тексту Евангелия и тому смыслу, который вложен в этот текст, все это мы должны отвергнуть, и таким образом мы получаем тот самый шаблон для действий, с помощью которого мы можем совершенно четко определять вот это добро, вот это зло. То есть если нам что-то говорят против Евангелия, то значит это зло. Если говорят что-то согласующее с текстом евангельским, значит это добро. Предлагаю нам приступить как раз к прочтению отрывка евангельского. Тот отрывок, который будет читаться в ночь о Рождества, это Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех превосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их к Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью, весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Ну, вроде так вам все понятно. Начинаем разбирать много там таких вот потайных мест. Итак, рождение Господа, да, почему именно вот в этот период рождается Господь? Ну, дело в том, что это была Римская империя, и к моменту рождения Господа она деградировала в морально-нравственном состоянии, но ниже некуда. То есть это были, помните, колизей, другие арены, где просто убивали людей на радость другим. То есть человек приходил, платил за билетик и наслаждался тем, как людей кушают звери, живых людей. Это не как мы сейчас фильмы какие-то смотрим, а это живые люди просто их выпускали на арену и выпускали туда же тигров, там львов, и они их съедали на радость просто сидящих на арене людей. Или гладиаторские бои, когда люди друг друга убивали, также для радости зрителей. Это было рабство, когда... Сам царь Ирод тоже пришел-то, он незаконно. Он сам был не иудей, он и домеянин был. И, собственно, если брать не всю Римскую империю, а конкретно вот Израильское царство, то оно, конечно же, возрастало и строилось на законах божьих, ветхозаветных законах. Но царь Ирод, он был такой проримский управитель, или вот как сейчас западники есть, вот тогда он был таким римлянином, можно сказать, до мозга костей, и он вводил культуру Римской империи в Израиль, и таким образом развращал народ израильский. То есть он вводил многобожие, Зевсов, Венер и прочих, так сказать, Аполлонов, там прочий пантеон богов, таким образом отвращая народ израильский, от истинной веры дедов и прадедов, ветхозаветной веры. Он вводил культурные новиночки, которые с Римом приходили, а Рим в том числе и ЛГБТ тоже занимался на тот момент уже. Он вводил и рабство, он многоженство вводил, у него само было, по-моему, восемь жён, и, соответственно, это всё развращало народ израильский. И, конечно же, уже не было пророков, не было таких людей с сильным духом, которые могли бы воспротивиться, защитить народ израильский в его истинной вере. Поэтому здесь уже крайний случай был, когда уже, кроме Господа, никто не мог уже спасти народ Израиля от полного падения в вере. И именно в этот момент Господь родился. Что это за город Вифлеем? Ну, это провинциальный город, небольшой город, который на западном берегу Иордана находится, и сейчас он есть, Вифлеем, в переводе Том Хлеба называется, потому что там большие пастбища, большие были хорошие поля для посадок хлеба в том числе. И это был город, в котором родился царь Давид. Он один из величайших царей Израильского царства. И, собственно, и Христос, он также спаситель, он также по пророчеству должен был родиться от колена Давидова. Собственно, поэтому он в Вифлееме и родился. И тоже удивительно, да, вот Дом Хлеба, а потом Господь по Евангелии тоже себя называет, что Я Десен Хлеб. Я Хлеб Небесный, да. И, конечно же, ничего случайного в устах Божьих ничего не бывает. То есть, каждое слово, оно вот на вес золота, что называется, и каждое слово имеет свой смысл, свое какое-то внутреннее обозначение. Поэтому в Доме Хлеба родился Хлеб Небесный, да, Господь наш Иисус Христос, которому мы сейчас Его телом и кровью причащаемся. То есть, этим Хлебом Небесным мы спасаемся до сих пор. Ну, и, конечно же, хотя жили святое семейство в Назарете, но они не могли не исполнить пророчества, которые, по-моему, за семь столетий до этого было произнесено пророком Михеем о рождении в Вифлееме царя, который упасет народ израильский и который спасет людей своих от греха. И, в общем-то, это так и произошло. По промыслу Божьей была перепись населения, и для этой переписи из Назарета святой семейства, то есть, Иосифа Бручника и Пресвятая Богородица пришли в Вифлеем, но так как не было гостиницы свободной, то есть, все было заполнено, городок небольшой, им пришлось заночевать вот в этой пещерке, где, собственно, Пресвятая Богородица родила спасителя. Да, сейчас мы дальше перейдем. Еще есть тоже момент, где город Вифлеем упоминается, да, там по дороге Вифлеем умерла Рахиль, да, и есть такой момент в Евангелии, когда, может быть, не очень там людям понятно, да, то есть, когда избивали младенцев, Евангелист Матфея рассказывает, да, тогда сбылось реченное через пророка Еремею, который говорит, глаз в раме слышен, плачь, рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Вот как, кто такая Рахиль, почему она плачет о детях, что такое Рама? Рахиль – это жена одного из патриархов народа израильского, то есть, Израиль произошел от Авраама, Исаака и Якова. Вот, жена Якова – это Рахиль. То есть, это та женщина, которая родила, в общем-то, 12 патриархов. То есть, она считается нашей праматерью, да? Она не нашей, она считается праматерью народа израильского. Вот, и город Рама, такой же небольшой городок, как и Вифлеем, но в нем родился другой царь, царь Саул, поэтому он известен не менее Вифлеема среди израильтян, и здесь вот он был обозначен, где, собственно, было избиение младенцев. Само избиение младенцев было произведено Иродом, после того, как он не смог найти Спасителя, Иисуса Христа, Бога-младенца, он решил, так сказать, действовать по площадям, послал туда воинов, и сказал, что от двух лет и ниже всех детей убить. То есть, просто всех детей мужеского пола просто порубили. С запасом так взял, да, то есть, Господь-то и года-то не был, да? Да, он, чтобы точно попасть в это, так сказать, Бога-младенец попал в это число убитых детей, он взял и убил всех до двух лет по труду. 14 тысяч там, да, было? Получилось 14 тысяч младенцев, это первые мученики за Христа, и в нашем монастыре, кстати, есть частичка мощей одного из таких младенчиков, вот, привезенный из Вифлеема. Ну, и вот, естественно, тот плач, который раздался в этот момент над этим местом, где избивали младенцев, конечно же, ну, как можно, с чем можно сравнить плач матери, который видит убитого младенчика рядом с ней. Кроме того, часть матерей, она вставала против защищала своих младенцев, их тоже убивали вместе с младенцами. Часть мужей вставала в защиту своих жен, их тоже убивали там вместе с ними. То есть, там было очень много убитых, и это видно на тех косточках, которые сейчас в пещерке Вифлеемской хранятся, там есть и косточки младенчиков, там есть и косточки взрослых людей, то есть, это такое было жесточайшее кровопролитие, которое царь Ирод совершил только с одной целью, чтобы убрать претендента на царский трон. То есть, он просто защищал свое единоличное царствование. Вот и все. И ради этого убил огромное количество людей. А почему он здесь такой, это образ, как Рахиль плачет о детях, то есть, как о своих потомках получается? Ну, конечно же, да, то есть, мы видим это же пророчество, в котором пророк описывает, что будет оплакиваться матерями, в лице Рахили все матери этого места берутся, будет оплакиваться дети, убитые в этом месте, в окрестностях города Рама. И, естественно, пророк это увидев, он это вот таким образом изобразил в тексте своего пророчества ветхозаветного. То есть, мы видим, что плач матерей о младенцах, он вот был известен за 700 лет до происшествия этого самого. Есть определенный смысл в том, что указано, что Вифлеем иудейский? Было два Вифлеема, был один Галилейский и один иудейский, то есть, это разные города в разных местах находящиеся, поэтому, чтобы для уточнения такого евангелиста ввел вот именно иудейский такое уточнение, что не в Галилее родился, потому что в дальнейшем мы читаем, что Спасителю говорили, что это самарянин, что его как бы считали, что он не из рода Давидова, не из Иудеи, а из Самарии, из Галилеи, то есть, а это языческие области государства израильского были, поэтому пытались таким образом его унизить в лице других израильтян, то есть, опорочить всячески, и поэтому здесь в том числе подчеркну, что это иудейский вифлеем, не галилейский. А почему, ведь все имеет смысл, почему Господь родился именно в пещере, в яслях, ведь на самом деле так представить, как там все-таки, наверное, грязно было, да, и какой запах там животные были. Ну, это хлев, это, ну, как вот мы сейчас держим животных там в сарае, да, допустим, коров там или овец, там были коровы и овцы, и ослики там все были, то есть, там пастухи, которые пасли стада, они там с ночевкой загоняли туда стада и переночевывали, так сказать, вместе с этим стадом. И, конечно же, там никто не убирался, там, кому это нужно, но, как и все евангельские моменты, мы разбираем это и с исторической точки зрения, то есть, с такой простого взгляда человеческого и с точки зрения духовной. С точки зрения исторической, я уже сказал, что не было места, где бы заночевать, а ночь была холодная, потому что это зима была, и все-таки как-то в пещере-то, может быть, еще и дождь шел, поэтому они укрылись там, представь, Богородица была беременна еще, вот, может быть, костер там развели, ну, то есть, как-то какое-то место для согревания Иосиф, собственно, создал, вот, это исторически, а с духовной точки зрения, что Господь, пришедший в этот мир, Он кого здесь нашел? Он нашел здесь в лице людей полузверей, полу, так сказать, демонов, то есть, кто-то поклонялся напрямую сатане, в виде ваала там или других, кто-то поклонялся, так сказать, многобожие было, ну, и уж большая часть людей, была заражена страстями блуда, чревоугодия, человекоубийства, воровства, обмана и прочих страстей человеческих, которые, как звери, наполняли душу человека, то есть, душа человеческая в этом плане является той пещеркой, в которой Господь пришел, и что Он там нашел? только испражнения страстей в виде грехов и различные вот эти вот звериные страсти, которые, ну, и сейчас в людях часто встречаются, поэтому здесь такой образный, можно сказать, духовный намек на то состояние человечества, к которому Господь пришел в тот момент. Да, и не возгнушался нами, да, пришел спасти. Ну, цель пришествия Господа, первое его пришествие, это спасение рода человеческого, а второе пришествие, это уже суд и наказание. Вот мы сейчас между этими двумя пришествиями находимся, между первым, через которое мы получаем прощение грехов, искупление наших грехов, милосердие Божие и спасение и введение нас в Царство Небесное, если мы этого, так сказать, удостаиваемся по нашим делам, по нашим молитвам, по нашему покаянию. А вот второе пришествие, оно будет страшное, оно будет судное, оно будет для наказания уже тех, кто воспротивился этому пришествию, первому пришествию и отверг Господа Иисуса Христа, таким образом сам себя наказав. Вот мы сейчас находимся между этими двумя событиями, вселенского масштаба, глобального масштаба, и, конечно же, надо воспользоваться этим временем, жизни. Кто такие волхвы? В нашем понимании это вот какие-то чародеи, темными такими делами занимающиеся? Ну, это сейчас мы так их уже воспринимаем с сегодняшними терминологиями, так сказать, чуть-чуть видоизмененными. А в тот момент волхвы считались учеными, мужами, мудрецами, которые начитаны, которые знали много природных явлений, много там законов физики или там астрономии изучивших, которые были, в общем-то, очень уважаемыми в обществе, и на уровне князей они имели общение, то есть с ними князья советовались. И даже судя по тому, что Ирод их принял, а Ирод это царь вот этой всей страны иудейской, да, израильского царства, как царь мог принять каких-то просто волхвов, ну, в нашем понимании сегодняшнем, ну, просто чародеев. Да кто они? Они никто. А если с точки зрения вот того времени, то да, они княжеского рода, они мудрецы, они уважаемые люди, и поэтому царь их принял. Мало того, он еще и призвал к себе первосвященников, чтобы с ними посоветоваться, чтобы дать ответ этим, то есть волхвам. То есть мы видим, что это были уважаемые люди того времени. С какого Востока пришли волхвы? Ну, если брать географию, то на Восток от сегодняшней Палестины находится Иран, это Персия, в те времена была, Месопотамия, Вавилония, то есть вот с этих мест пришли эти три человека, причем один из них был смуглый, а два других светлокожий, поэтому скорее всего из нескольких оригинонов. Три волхва были, да, мы знаем даже их имена, Мелхиор, Гаспар и Волтасар, и мы так понимаем, что они из разных мест вот этой Персидской империи пришли, приведенные звездой. Да, а почему через звезду они пришли? Ну, я уже упоминал о том, что астрономия в те времена была очень наука такая, так сказать, развитая, и которой многие интересовались, и с помощью звезд множество различных, так сказать, предсказаний о погоде, о природе, о урожае, о засухе производилось. Ну, и здесь, так как волхвы занимались астрономией, им Господь, зная то, что они по-другому не воспримут, Он им открыл вот через звезду свое пришествие. Да, Корбаков через рыбу, каких-то сельских жителей через лозу виноградную, купцов через жемчуг и прочие драгоценности. То есть, Господь каждому дает те понятия, которые им легко воспринимаются этим человеком. И здесь для легкости восприятия пришествия Христова Господь им дал это знание через звезду. Хотя звезда была необычной, то есть, чем она и поразила этих мудрецов, тем, что она вела себя не как обычные звезды. То есть, она двигалась по такой траектории, которая с точки зрения сегодняшней астрономии не могла так двигаться. То есть, она шла не по вращению земного шара, не по вращению солнечной системы, то есть, она шла против этих всех законов астрономии и, так сказать, механики планетарной, звездной механики. То есть, она шла так, как не должна была идти, чем она и поразила их, и чем она и заставила их. И днем, говорят, она светила. Да, привлекла к себе внимание. То есть, она и днем имела свечение, и она, если брать, опять же, географию, то из Ирана прийти за звездой в Палестину, это надо двигаться на запад. Она пришла с востока и двигалась с севера на юг. То есть, настолько движение было сложное, что мы даже сейчас ее траекторию описать-то не можем. и кроме того, мы еще читаем, когда они пришли в Иерусалим, звезда там оставилась, когда она опять подъявилась, потом, когда они наверняка же отдыхали в пути, она опять же стояла, ждала их. Да, то есть, мы понимаем, что это был ангел, конечно, в виде звезды, который сопровождал, ну, как Архангел Михаил сопровождал исход народа еврейского из Египта и шел в виде огненного столба пред ними, то здесь мы видим такого же ангела в виде звезды, за которым шли эти три мудреца. А почему звезда не сразу привела их куда надо, к месту, к Господу, к младенцу, а сначала она их привела в Иерусалим и бросила, можно сказать, так? Здесь тоже промысел Божий, дело в том, что на тот момент, когда волхвы пришли в Иерусалим, Господь уже родился и никто этого не заметил. То есть они заранее вышли, да, получается? Они вышли, ну, я думаю, вот как мы сейчас спастимся за 40 дней до Рождества Христова, так они минимум за 40 дней вышли, потому что прийти из Персии в Израиль это очень длинный большой путь, тем более они там пешком или на верблюдах двигались, это не сегодня. Это как у нас тоже, может получается, такое тоже духовное путешествие вместе с волхвами. Да, мы так же двигаемся так же вместе с ними духовно такой путь, выстраиваем путь ко Господу очень в течение этих 40 дней. Ну, и здесь вот они как раз пришли в Иерусалим, чтобы еще раз оповестить через царя Ирода, через первосвященников, через народ живущий в Иерусалим, потому что весь Иерусалим так сказать возмутился, да, был удивлен этим пришествием. То есть это было оповещение для всего народа Израильского через царя и его придворных, весь народ израильский, чтобы узнал о рождении Мессии через этих волхвов. Да, еще мы читаем, что они пришли в дом. Вот такая история, да, то есть для нас представляется такая картина, что они пришли в пещеру, к яслям, но получается, что они пришли поклониться уже не в яслях, не в пещере, сколько Господь, да, с Богородицей, с праведом Иосифа, пребывали они в этой пещере, а потом, наверное, где-то для них место все-таки нашлось. Ну, конечно же, мы здесь не можем вот в этом коротком евангельском тексте выстроить все последовательства событий, но если читать Евангелие в общем, то мы понимаем, что там ряд событий здесь в этой контексте упущены, то есть мы видим, что была встреча с Семеном Бакоприимцем, восьмой день на обрезание была встреча с пастухами, была, да, восьмой день это обрезание, потом Семен Бакоприимец с Анной Пророчицей, потом, значит, они еще в Египет убежали от Ирода перед тем, как Ирод убил 14 тысяч младенцев, то есть эти события вот как-то надо расположить в логической цепочке. То есть у нас первые, кто точно пришел, да, к Крайне Слям, это были пастухи, конечно, вот они как раз пришли в пещеру. Они прям ночью даже, да, они в ночь Рождества Христова были оповещены ангелами на поле рядом посомой стада они сторожили ночью, и ночью к ним явились ангелы, сказали, идите туда и увидите Спасителя мира. Вот они пошли, поклонились и опять возрастились к своим стадам. Это те, кто первые, то есть простецы, которые пришли поклониться Господу. Но они тоже, наверное, не просто же так вот там пастли, там пастухи, они, наверное, тоже ждали Господа? Нет, это, безусловно, были, конечно, верующие люди, потому что ангелы, они не приходят к неверующим. Это были иудеи, которые, хоть и были пастухи, простецы, но они были из числа верующих людей, ожидающих пришествия Мессии Христа. Естественно, поэтому ангелы их и позвали. Даже говоришь, что эти стады, которые они пастли, они предназначались для жертвы, для храма. Ну, да, это ветхозаветная религия, она подразумевает принесение жертвы в крови животных, то есть там животные приносят в жертву, это сейчас бескровные жертвы совершаются в виде хлеба и вина, да, а тогда животных убивали, и, естественно, часть животных, которые они пастли, она шла, естественно, для жертвоприношения в храме Соломона. Поэтому и в этом плане, ну, и они ничем не отличались от того же царя Давида, который тоже был пастух. То есть они праведной жизнью жили, то есть они трудились и своим трудом зарабатывали свой хлеб насущный. Да, следующее евангельское событие, которое пишется, это было уже обрезание Господа, но это уже, наверное, вряд ли было в пещере, наверное, уже к этому времени куда-то... Тут нужен священник, тут нужны, естественно, инструменты, тут нужна определенная чистота помещения, то есть, ну, в грязном помещении обрезание, конечно же, никто не производит, поэтому это уже, скорее всего, уже была не пещера, скорее всего, это был Вифлеем. Восьмой день по закону израильского ветхозаветного, на восьмой день они уже из пещеры ушли, скорее всего, обрели уже какое-то жилище, потому что перепись прошла, и Вифлеем опустелся, разъехались, они остались там, и было произведено обрезание Господа по плоти. Потом идет следующее событие, на сороковой день Господь, да, был принесен в храм в Иерусалимске, где там и Святая Анна, и Симеон, да, встретили Господа. То есть, им надо было еще пройти этот путь. То есть, они где-то примерно до сороковой дня были примерно в Вифлееме, вот так, события рассматривали. Ну, за день, я сомневаюсь, что они за день дошли от Вифлеема до Иерусалима, поэтому не сорок дней они были в Вифлееме, а меньше, вот, и, ну, допустим, неделю они шли, наверное, вот из Вифлеема в Иерусалим, то есть, где-то вот в таком процессе это происходило. Потом, значит, они пришли и принесли жертву за Богомладенца в виде голубицы, там их встретил Семен Богоприемец, провозгласил их, так сказать, что они, вот, ныне отпущаешь рабату и владыка, что он 300 лет ждал, он не мог умереть, пока не увидит рожденного спасителя мира, и, соответственно, он провозгласил, что это событие произошло, и после этого умер. Также Анна Пророчица тоже провозгласила, что это спаситель мира. И только после этого пришли волхвы. То есть, они где-то, можно так представить, что они где-то примерно где-то в гостинице в каком-то доме там рядом располагались, да, и дальше написано, что пришли волхвы, и после этого, видимо, в ту же ночь, им было сказать, чтобы обижали. Дело в том, что все жители не Иерусалима, Иосиф, Обручник, Престой Богородицы, они были из Назарета, они не могли оставаться, ночевать в Иерусалиме, их выгоняли. То есть, всех непрописанных, скажем так, как сейчас это называется в Иерусалиме, их выгоняли на ночь, и днем они могли возвращаться. Почему Господь каждый день приходил в храм, проповедовал, а на ночь уходил на гору Елеонскую и там ночевал. То есть, здесь мы тоже самое видим, поэтому им пришлось снять где-то рядом с Иерусалимом помещение, где они жили, и именно туда пришли волхвы, вышедшие из Иерусалима, пришедшие к ним. То есть, опять же, звезда их туда привела, появилась та же самая звезда ангельская, она их привела и остановилась там, где был Богомладенец. Они принесли свои дары, они Ему поклонились и ушли уже, восвоясь и не возвращаясь к Ироду. Еще столько у нас много всяких интересных вопросов, если Бог даст, мы, наверное, в следующей передаче продолжим. Осталось у нас всего полтора минуты, пожалуйста, вам такое заключительное слово к сегодняшней передаче. Господь родился в душах каждого из вас и очистил всех нас от наших страстей, защитил от всяких невзгод, и в Новом году, чтобы мы укрепились духовно и были более радостны и благополучны с помощью Божьей. Конечно же, призываю на вас благословения Божие, приглашаю вас к нам 3-го числа у нас будет соборование в монастыре. Приходите, кто хочет пособороваться перед Рождеством Христовым, очиститься от грехов забытых. Ну и всем радости, мира и счастья от Бога. Благодарю вас, Отец Еменин, что вы к нам приезжали весь год. Даст Бог, увидимся теперь в следующем, в 2023 году. До встречи, спасибо Господи. На сегодня все. До свидания.